Восемь многоквартирных домов пройдут капитальный ремонт в 2016 году. На проведение работ будут привлечены средства из трех источников, в том числе из федерального бюджета и фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Об этом на брифинге рассказал Алексей Николаев, заместитель руководителя департамента строительства ЖКХ энергетики и транспорта Ненецкого округа. Накануне Ненецкий округ подавал заявку в фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Она касалась оказания финансовой поддержки при проведении капитальных ремонтов многоквартирных домов. Государственная корпорация заявление рассмотрела и приняла решение в 2016 году выделить региону 6 миллионов 710 тысяч рублей. В целом ремонт восьми многоквартирных домов обойдется 84 миллиона. Средства собственников помещений, которые собирались путем ежемесячных взносов, составят почти 64 миллиона рублей. Из окружного бюджета, с учетом федеральной субсидии, на проведение капитальных ремонтов будет выделено 15,5 миллионов рублей. Работы начнутся ориентировочно с августа по ноябрь. Планируем сейчас проекты в стадии проработки проектов. После них будет расторговка на подрядчиков по капремонту. Соответственно, как я и говорил, работа до ноября. В список домов, попавших под капитальный ремонт в 2016 году, внесены здания по следующим адресам. Переулок Макарабаева 1, улица Ленина 28, Ленина 52Б, Октябрьская 15, Первомайская 3, Пионерская 23. В Заполярном районе будут отремонтированы два дома. В поселке Искателей по улице Губкина 22, корпус А, и в Нижней Пёше по улице Советская 31. В прошлом году капитальный ремонт был проведен только в трёх домах. Ещё 12 перенесли на последующие года, по желанию собственников помещений. Между тем, за весь срок программы, 30 лет, необходимо провести капитальный ремонт более 470 домов. В год это не менее 10 зданий. Проблема не только в нежелании жильцов вносить платежи, но и в финансировании. С этой целью со следующего года плата за капитальный ремонт будет индексирована до 7 рублей 30 копеек за квадратный метр жилья. При взносе в 6 рублей, около 7 рублей, которые были в 2015-2016 году, собиралось порядка 45 миллионов. 45 миллионов – это примерно 5 домов прокапиталить. Потому что в среднем один дом с его работами, там работы просто разные, но в среднем это порядка 7-9 миллионов. То есть всего 45 поделить на 9 миллионов – это будет 4 дома. 5-6 домов можно прокапиталить в год за счет средств собственников. Также в департаменте видят выход в минимизации расходов на ремонты. Но здесь особо не сэкономить. Наценка на стройматериал, привезенный с большой земли, составляет 50%. Доставка в отдаленные населенные пункты повышает коэффициент транспортной доступности в разы. Поэтому сегодня планирование идет только на 3 года вперед, с учетом мнения жильцов многоквартирных домов.